Так, Алим Габдулин. Насколько распад России повлияет пагубно на экономику Казахстана и Беларуси? И каковы последствия? Ну, это разные вещи. Беларусь и Казахстан. Беларусь в полной мере колония, которая существует на дотации из России. В тот момент, когда... Это как с Кубой. Вот, был Советский Союз, была Куба. Советский Союз перестал существовать. Там сейчас пенсии, по-моему, на уровне 15 долларов. При том, что Европейский Союз, Испания, многие разные организации продолжают помогать Кубе. Беларусь перестанет существовать вот в сегодняшнем виде, в виде авторитарного режима, который существует на дотации России, на дотации Кремля. А то, что касается Казахстана, ситуация другая. Совершенно. Тоже авторитарный режим, но обеспечивший себе, ну, некоторую экономическую и политическую независимость. По Казахстану это будет серьезный удар. Конечно, для Казахстана Россия – это рынок, торговые отношения с Россией – существенная часть экономики. Но Казахстан выживет, мне кажется. Потребуется переформатирование экономики, потребуется новый взгляд на форму существования государства. Возможно, потребуется усиление вот этих демократических составляющих, потому что это, ну, известно, это способ выживания. Включение демократических механизмов, механизмов экономической свободы – это способ выживания государства. То, что происходит сегодня в Казахстане, экономическая монополизация разрушает экономику. Рядом с Россией в сегодняшней ситуации это помогает выживать, делает такую маленькую копию российской структуры. Но в случае, если Россия перестанет существовать вот в сегодняшнем виде, это будет очень сильный негативный фактор. И понадобится перестройка экономики, политической системы. Тоже переходной процесс. Казахстан заденет, безусловно, и соседние регионы. Я думаю, что проблемы беженцев появятся. Ну, так не бывает. Да, тем более, что границы, собственно, нет. Вот сегодня задача Казахстана – оградить себя от будущих сложностей. Границу надо восстанавливать.